Здравствуйте! Вы смотрите «Жесть» о самых резонансных криминальных новостях. Расскажу вам я, Анастасия Лаврова, в этом выпуске. Анонист из нефтяников. Кто стал жертвой извращенца? Мой размерчик, как женщина вынесла товар, не оплатив его, и выпил сел за руль, кого подозревают в наезде на велосипедиста. Нину Садулаеву, об исчезновении которой мы рассказывали в пятницу, нашли мертвой. Тело женщины обнаружили в окрестностях села Юрьево в Кормиловском районе Омской области. Напомню, Нина еще 6 сентября ушла с работы домой и не вернулась. Предварительно установлена девушка сбила машина. Как выяснила полиция, к происшествию причастен 25-летний житель поселка Рощинский. Задержали его в центральном округе Омска. Силовики продолжают выяснять обстоятельства гибели женщины, найденной в кювете. У Нины осталось двое детей. Сегодня ее похоронили. В Омске разыскивается мужчина, подозреваемый в тяжком преступлении. По версии следствия, неизвестный демонстрирует гениталии прохожим, в том числе несовершеннолетним. Жертвой анониста стала школьница, которая днем возвращалась домой. Подробнее об этом наши корреспонденты. Засветился анонист еще в марте. Его лицо зафиксировали камеры наблюдения. Мужчина шел за несовершеннолетней девушкой от школы до дома. У подъезда, пока юная Мичка набирал домофон, он расстегнул ширинку штанов. После чего зашел вместе с ней в подъезд и в подъезде уже совершил в отношении нее развратные действия сексуального характера. Значит, данный гражданин до настоящего времени не установлен. Через несколько минут молодой человек вышел из подъезда. Напуганная девушка обо всем рассказала маме. Та сообщила в полицию. На этих кадрах можно разглядеть лицо предполагаемого извращенца. Следователи со слов потерпевшей записали приметы. Мужчине 25-30 лет. Среднего роста, худощавого телосложения. Лицо славянского типа, волосы темные. Был одет в черную куртку, синие джинсы. В данном случае это является преступлением, потому что это совершено в отношении несовершеннолетнего. Если бы это было совершено в отношении взрослого лица, то это бы не было преступление. А так как девушка была несовершеннолетней, то это и к тяжкому преступлению относится. Уголовное дело возбудили по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетних». По информации следкома, этого мужчину видели в советском парке. Притаившись в кустах, он поджидает одиноких прохожих, в том числе юных амичек. Розыск анониста длится уже более полугода. Тех, кто располагает информацией об этом человеке, просят сообщить в Следственный комитет. По телефону 24-43-93 или в полицию по телефону 02. И еще о нездоровых наклонностях. В центре Омска прогулялся голый мужчина. Он вышел из магазина, находящегося в цоколе, и направился в сторону кадетского корпуса. На молодом человеке были кроссовки, носки и шапка. Другим темам сбил велосипедиста насмерть, врезался в машину и скрылся с места ДТП. В Омске сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил ПДД, повлекшее смерть человека». Задержать предполагаемого преступника удалось через несколько часов после происшествия. «Нарушение правил ПДД» «Нарушение правил ПДД» «А что, как произошло, зачем? Ну что, светофор промокал?» «Да, гонял его, он бегал от меня, вот сбил его». «Ну, ясно». Этот мужчина задержанный. По версии полиции, он сбил велосипедиста на пешеходном переходе. Проскочил на красный и врезался в легковушку. Предполагаемый виновник аварии водитель Мазды сбежал с места происшествия, бросив умирающего человека и свою машину. Предварительно установленный рулевой автомобиль Мазда «Фамилия» двигался по улице Лукашевича со стороны телецентра. Мужчина в этот момент пересекал дорогу по зебре на велосипеде. От удара тело отбросило к обочине дороги. Он скончался до приезда бригадой скорой. Погибшему было 28 лет. «По проведенным сразу же незамедлительно оперативно-розыскным и следственным мероприятиям был установлен и задержан данный водитель. Им оказался мужчина 81-го года рождения, без определенного места жительства и занятий, ранее неоднократно судимый». Как следует из материалов уголовного дела, рулевой вместе со своим товарищем всю ночь распивали горячительные напитки. Затем подозреваемый взял ключи от машины знакомого и поехал кататься по городу. «Слышишь, молодец, еще чуть-чуть. Хорошо». Известно, что в момент ДТП водитель был пьян. Позже экспертиза покажет. В его крови 0,97 промилле, что равняется выпитым 100 граммам водки. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения», повлекшее смерть человека. Если мужчину признают виновным, ближайшие 9 лет он может провести в колонии. И еще одна авария произошла в Омске накануне. Наш зритель Владимир стал очевидцем дорожного происшествия и снял его на мобильный телефон. На проспекте Карла Маркса Тойота сбила мотоциклиста. Как нам прокомментировали в ГИБДД, рулевой иномарки разворачивался во время маневра, зацепил байкера. К счастью, владелец железного коня остался жив. Его осмотрели медики и отпустили домой. А вот мотоцикл от удара серьезно поврежден. У иномарки смят багажник. Полиция по факту столкновения проводит проверку. По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Тойота Виста, двигался по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Циолковского в направлении улицы Маяковского. При развороте допустил столкновение с мотоциклом «Ирбис» без государственного регистрационного знака, которым управлял молодой человек 1983 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла осмотрен горбольницы номер один и был отпущен домой. Всего с начала года на дорогах Омска произошло более 100 ДТП с участием мотоциклистов, в результате которых погибли 5 человек и почти 100 получили травмы. Если вы стали очевидцем ЧП, аварии или драки, присылайте видео на почту программы. Автору лучшего материала мы заплатим. В Омске женщина попалась на краже джинсов. Инцидент произошел в магазине советского округа. Мы видим на кадрах, как посетительница, выбрав джинсы, отправляется в примерочную. Оценив несколько моделей, она отдает одежду продавцу. Уже позже сотрудницы торговой точки недосчитаются одной пары джинсов. Их стоимость превысила 1 тысячу рублей. Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленница без труда пронесла товар через антикражное оборудование. Джинсы она завернула в фольгу. По факту тайного хищения чужого имущества. Санкция по данной статье – это 2 лет лишения свободы. И последняя новость выпуска. Прокуратура проверила условия содержания Яна Лебедова в Омском изоляторе. Как мы уже рассказывали, в минувшие выходные обвиняемого в совершении тяжкого преступления топировали из Москвы в Омск. Проверка показала, что Лебедову зачитали его права и обязанности, камера, в которой он размещен, оборудована по установленным нормам. Предметов и вещей, не предусмотренных законом, в камере нет. Лебедов отрицал применение в отношении себя каких-либо жалоб и заявлений на условия содержания у него не имеют. Содержание указанного лица под стражей контролируется прокуратурой Омской области. Ян Лебедов сейчас находится в СИЗО номер один. В ближайшие дни его допросят и проверят на причастность к убийству боксера Ивана Климова. На сегодня это все криминальные новости. Смотрите «Жесть» на нашем сайте antna7.ru и в группе ВКонтакте. Звоните в редакцию, предлагайте свои темы для сюжетов. Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин